ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую всех любителей спорта. В эфире телеканала «Беларусь-3» передача «Старты и финиши». В ближайшие несколько минут о некоторых спортивных событиях недавнего времени. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уверенный шаг на пути к Олимпу. Мария Мамашук выиграла гран-при Испании по вольной борьбе и готовится к Рио-де-Жанейро. Гомельское футбольное дерби. Ожидания болельщиков не оправдались. Для активных и подвижных в центре Гомеля появилась новая стационарная площадка для стритбола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В минувший уикенд белорусские болельщики были шокированы решением исполнительного комитета Международной Федерации Каноэ. ICF отстранил мужскую команду Беларуси по гребле на байдарках и каноэ от международных соревнований с уроком на год. Якобы у пятерых выявили следы допинга. Таким образом, наши гребцы не смогут выступить на играх в Рио. Национальный олимпийский комитет Беларуси с таким решением категорически не согласен и решительно намерен его оспаривать. В Международный спортивный суд в Лазанье отправлен соответствующий пакет документов. Что ж, будем надеяться на позитивную для нас развязку этой истории. А пока о тех, кто, слава богу, вне подозрений и готовится к Олимпиаде. Гомельчанка, а точнее уроженка Зябровки Мария Мамашук выиграла гран-при Испании по вольной борьбе. Ранее, напомню, она же стала чемпионкой Европы, а также первенствовала на европейском отборочном турнире, где и завоевала олимпийскую лицензию. Таким образом, Мария Мамашук единственная, кто представит наш регион в вольной борьбе на играх в Рио. Сейчас спортсменка находится на тренировочном сборе в Раубичах, но пока она некоторое время была на родине, мы успели пообщаться с ней и ее тренером Сергеем Смалем. Добро пожаловать в зал борьбы Гомельского училища Олимпийского резерва. Атлеты из 27 стран приняли участие в международном турнире по борьбе гран-при Испании, который прошел в Мадриде. При этом Беларусь была представлена всего одной спортсменкой, воспитанницей Гомельского училища Олимпийского резерва Марии Мамашук. И именно она возглавила пьедестал почета в соревнованиях по вольной борьбе среди женщин. Турнир весьма престижный, тем не менее, главной целью была все же не победа, а участие в рамках планомерного подготовительного процесса. Тренер сказал, как бы поборись, сделай, не получится. Ну, со свежими мыслями, со свежей головой. Как бы задача не стояла там победить, всех выиграть. Задача была такая, чтобы пробороться, проверить себя, в какой форме, какие-то ошибки, чтобы что-то исправить. И есть время до Олимпиады. Как видим, проверка сил прошла успешно. Уже в первом поединке на Гран-при Испании нашей землячке противостояла четырехкратная чемпионка Европы, призер Чемпионата мира и Европейских игр Анастасия Григорьева из Латвии. Мамашук победила ее со счетом 6-2. В четвертьфинале Мария была во всем сильнее шведской соперницы, которую поборола 14-0. А за выход в финал будущая победительница также в сухую одолела болгарскую борчиху 7-0. В решающем поединке белорусске противостояла Нигерико, а Бару Дуду Блесинг. И здесь Мамашук взяла верх 4-2. Сейчас Мария даже не знает, с кем из них было сложнее бороться. Конкретно даже так не могу сказать как-то. Все, наверное, на равных было. Ну, может, финал такой был достаточно активный. Это, наверное, даже и 6 минут такая схватка была вся быстрая. Вот, наверное, финал только. По возвращении из Гран-при Испании победительница некоторое время провела в Гомеле. В первую очередь, чтобы немного восстановиться и подготовиться к очередным сборам. Тем не менее, и здесь ежедневные тренировки на ковре, пусть и в щадящем режиме. Партнерша по спаррингам, давняя коллега и еще одна наша перспективная спортсменка Виолетта Чирик. А тренирует девчат известный гомельский борец, серебряный призер Олимпиады 1992 года в Барселоне Сергей Смаль. И вот в этом году Мамашук впервые выиграла взрослый чемпионат Европы. Континентальный форум прошел весной в Риге. В финале в весовой категории до 69 килограммов гомельчанке противостояла Илона Кратыш из Израиля. И белоруска не оставила ей никаких шансов, опять-таки победив сухую. 9-0. Ну и еще одна важная победа этого сезона на Европейском Олимпийском квалификационном турнире. Здесь нашей землячке также не было равных, хотя для завоевания лицензии достаточно было уже самого выхода в финал. Но Мария пошла до конца и вновь держала пальму первенства. Теперь все усилия на подготовку к Олимпиаде. План подготовки к Олимпийским играм был уже заставлен после того, как она завоевала лицензию. И согласно этому плану мы двигаемся вперед. Хотя, конечно, все происходит, корректировка подготовки в процессе. Все зависит от результатов анализов, в какой она форме, чтобы не было перегрузки, недогрузки. Тут уже все происходит в процессе тренировочном. Ну, а подготовка какой-то такой определенная, сказать, чтобы что-то там было сверхъестественное, такого нету. Готовимся. Сейчас женская сборная Беларуси по вольной борьбе находится на подготовительном сборе в Раубичах. А в начале августа команда заедет в стайки. И там уже начнется окончательная боевая ковровая подготовка. Борцовские же состязания на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро стартуют 18 августа. Состоялись поединки 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Светлогорский химик на домашнем поле принимал аутсайдера турнира Ашмяны. Хозяева одержали победу со счетом 2-1. Но самый большой интерес в этом туре, безусловно, вызывала гомельское дерби. На центральном стадионе областного центра встречались футбольные клубы «Гомель» и «Гомель Жолдар Транс». Мягко говоря, от этой встречи все ожидали большего. Но не дождались. Подробности в следующем сюжете. Футболисты «Гомеля» на правах хозяев поля и лидеров турнирной таблицы с самого начала ожидаемо завладели инициативой. Воротам Олега Ковалева весь первый тайм практически ничего не угрожало. Было лишь пару не слишком опасных моментов. Игра в основном была сосредоточена на половине поля и у ворот гостей. Зелено-белые проводили атаку за атакой, вернее пытались провести. Но логического завершения достичь почему-то не могли. Главком «Гомеля» Владимир Журавель после сетовал на отсутствие Александра Янченко, который буквально накануне матча приболел. Дескать, нарабатывали одно, а тут пришлось менять расстановку сил. Тем не менее, резервы были. На острие атаки активничал Павел Ситко, то и дело пытавшийся поразить цель из-за пределов штрафной. Однако бил чаще всего не точно, а порой и вратарь спасал ситуацию. Ближе к концу тайма шанс открыть счет имел Евгений Барсуков. Но с острого угла послал мяч не слишком обдуманно, наспех. В общем, в сетке снаряд за весь тайм так и не оказался. Такое вот безголевое городское дерби. Готовились к обычному матчу, но никуда что не денешься. Две команды из одного города, все перемешано. Есть футболисты, которые в обеих командах выступали. Поэтому даже сегодня по разминке я уже видел, что несколько напряжены некоторые футболисты. Если для меня этот матч был простым, я так неделю и готовил ребят. Ответственность. То есть надо к каждому матчу подходить одинаково. Но есть ребята молодые, есть ребята, которые не участвовали в таких матчах. Скажем, в дерби чувствовалось. Во второй половине встречи ситуация несколько изменилась. Причем в худшую сторону. Игра стала еще более вялой и несвязной. Казалось, футболисты не хотят работать и выигрывать. На какое-то время белосиние даже перехватили инициативу. Но и они выглядели ненамного устремленнее хозяев. Наверняка общая физическая усталость катализировалась душной погодой. Тем не менее, публика, которая пришла в первую очередь за зрелищем, да еще и не бесплатно, начала откровенно негодовать. Но и это не помогало. Почти весь тайм команды прокатали мяч по полю, лишь изредка пытаясь устроить нечто претендующее на серьезность. Ближе к финальному свистку несколько оживил игру Гомеля выход на поле Андрея Антонюка, который сменил Алексея Теслюка. Центральный нападающий со свежими силами принялся активизировать атаку. Кое-что из этого вышло. Зелено-белые пару раз были буквально в миллиметре от взятия ворот. Но голкипер Гомель Желдар Транса всегда был на месте. Гол, который мог бы решить исход встречи, так и не состоялся. Зрители, освистав игроков, покинули стадион, а на табло так и остались унылые нули. Тяжело начинали, долго привыкали к покрытию, в общем-то, к антуражу, габаритам поля во втором тайме. Немножко перехватили инициативу, где-то взяли игру под контроль, что-то моменты или полумоменты возникали, но, к сожалению, не довели до логического завершения. В общем-то, очку взяли, мы довольны, готовимся к встрече. Правильно сказал коллега, за исключением, наверное, 15-20 минут второго тайма. В принципе, остальное время было полностью под контролем. Территориально и с мячом мы владели, но, к сожалению, если у нас и были моменты, не полумоменты, то мы их не использовали. Скажем так, мы не довольны результатом, но долго на этой игре останавливаться не будем. Через шесть дней у нас заключительная игра первого круга. У нас есть задачи, цели, которые надо решать. Турнирного положения команд эта ничья, впрочем, не изменила. Гомель по-прежнему лидирует. Правда, к нему теперь вплотную подобрался Могилевский Днепр. Отставание всего на одну очко. Гомель Жилдар Транс остался на четвертом месте, догнав по очкам Минский луч. В следующем туре железнодорожники ждут в гости Лиду, а Гомель отправится в Ашмяны. А теперь приятная новость для любителей уличного баскетбола, да и для тех, кто вообще не прочь поиграть во что-либо на улице. Гомельский областной центр Олимпийского резерва обустроил для всех желающих стационарную площадку для стритбола. Казалось бы, ничего особенного, но если задуматься, много ли где в центре Гомеля еще такое есть. Разумеется, если не брать в расчет школьные дворы с их баскетбольными кольцами советских времен. В областном центре Олимпийского резерва по игровым видам спорта благодарят за идею и помощь неравнодушных любителей. Чтобы организовать стритбольную площадку, пришлось пожертвовать частью парковки. Теперь ее угол отгорожен от въезда машин, а на асфальте появилась новая оранжевая разметка. У стены красуется стильное баскетбольное кольцо, которое, кстати, вскоре переоснастят корзиной из металлических цепей, как в настоящем стритболе. Создание объекта не стоило центру практически ничего, благодаря спонсорской помощи и, опять-таки, поддержке любителей. Но и от пользователей площадки ничего не требуется. Приходи и играй, сколько угодно и абсолютно бесплатно. Разве что мяч, если нет своего, можно взять на прокат, но за чисто символическую плату. А вскоре тут планируют еще и создать дополнительный комфорт. Планируется, что в перспективе здесь будет организовано освещение. Оно же, в принципе, здесь есть. И организована озвучка. То есть мы хотим сюда какой-то добавить звук, чтобы было как-то более-менее живенько это смотрелось. Если это будет пользоваться спросом, будет интересно. Здесь будет порядок соблюдаться, прежде всего, участниками. Мы готовы здесь приобрести более современное оборудование за деньги и смонтировать его. Пока это все сделано своими силами, без покрытия. Небольшая разметка на площадке. Самое главное, чтобы люди пошли. А люди, я уверен, что пойдут, потому что им это интересно. Прежде всего, это улица, это свежий воздух. Сейчас это в тренде, как молодежь любит говорить. То есть человек пришел, играет. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Сергей Нигеревич. Удачи в делах и до встречи.